Привет, я уже в Италии и сейчас я вам предлагаю посмотреть то, что мы смотрели вчера, вам будет озвучка, а потом сегодня весеннее. Только мы прилетели, у нас началась обзорная экскурсия по Неаполю. Сначала мы ехали на автобусе, а потом была пешеходная экскурсия. Не могу сказать то, что Неаполь мне особенно понравился. Это маленький грязный город и там мне очень приятно находиться, потому что небольшие грязные улочки, много иностранных людей и как-то это все неудобно, неуютно и непривычно. Хотя там очень красивые панорамы сверху, как сейчас из автобусного окна или потом по Неаполитанской набережной, но все же как-то вот там не уютно. А это дворцовая площадь. Дворец был закрыт на реставрацию и многое мы не увидели, но очень было интересно послушать историю. Возле дворцовой площади находится небольшая галерея. Очень красивая. Там несколько брендовых магазинов и вот такой вот красивый пол со знаками зодиака, на которых можно загадывать желание. На этом наш день заканчивался вот так. А 10 августа мы поехали в Помпеи, там где мне очень понравилось. Было очень интересно посмотреть на старые уже разваленные здания, так скажем. Было очень красиво, интересно, познавательно и вообще мне там понравилось. Особенно вот этот амфитеатр, там где очень сильный громкий звук на любом расстоянии, как бы ты ни отходил. Это очень интересно вообще было в принципе, потому что такого я никогда не видела, только слышала в учебниках. Также было интересно посмотреть на древние кафе, магазины, бары, рестораны, прачечные и так далее. Не менее интересным оказалось посмотреть, как перевозили товары ранее, какие были дороги, а также какие были термы, о которых написано в каждом учебнике истории. Термы очень были интересными и я много узнала о них на самом деле, потому что то, что ты слышишь в учебнике и видишь на самом деле, совершенно отличается. Я это поняла, так что кто где-то в Помпеях, вы это тоже поймете. Так вот выглядели раньше храмы различные, там торговые лавки чуть подальше, я их просто не снимала. В общем, очень красиво, такая вот площадь, я думаю, то, что раньше там нам показывали картинки, было тоже просто замечательным, стояло несколько храмов, и это было очень красиво. Сейчас мы гуляем по Помпеям, после этого мы пойдем кушать и уезжаем в Рим. Дальше я вам тоже буду снимать. Потом мы зашли на мясной рынок, который, конечно же, там был ранее, а не сейчас. Там были фрески, где можно было увидеть, где чем торговали, рыбой, мясом и так далее. А после этого Помпеи закончились, мы покушали и уже поехали дальше. А куда вы узнаете потом? Я думаю, то, что по фону уже всем понятно, где я. Я сейчас в Риме, мы приехали сюда, тут у нас две ночи. И сейчас мы, по крайней мере, будем гулять, потому что мы не поехали на экскурсию при базилике. Вот, и два часа мы погуляем, и после этого заселимся в гостиницу, а дальше будем уже там дышать. Привет! Сегодня мы находимся в Риме, куда мы вчера приехали. Сейчас пойдем на завтрак, после чего отправимся на экскурсию, а дальше у нас в музее Ватикана. Так что смотрите, я думаю, вам понравится. Первым делом мы отправились на экскурсию по музеям Ватикана. Мне было очень интересно погулять по землям Папы Римского, посмотреть его сады, замечательные галереи, скульптуры, которые, кажется, что выпадают прямо на тебя. Настолько они реалистичны и красивы. Что тебе кажется, как ты находишься еще в те времена Рима, в те времена, времена, когда все это и происходило. Было очень интересно посмотреть на Зевса, на замечательные ванны, которые очень большие, так скажем, королевские. По-другому я их не назову. Было просто замечательно и интересно. Также посмотреть зоопарк Папы Римского. Почему он мраморный, прочитайте в интернете, я думаю, вам понравится сама история. Тут собраны многие звери, которые бы раньше жили в садах Папы Римского. На данный момент там их нет, так как их все убили из-за одной трагедии, которая случилась с Папой. И чтобы такого больше не получалось, пока Папа лежал в больнице и лечился из-за нее, всех животных переубивали. Затем мы пошли рассматривать различные залы. Ну, конечно, я могу сказать то, что на Шимпитере почти все так же, как и в Эрмитаже, так и тут. Конечно, в Эрмитаже поинтереснее даже немного. Мы посмотрели много знаменитых римских людей того времени, походили по мраморным полам и мозаикам того времени, полюбовались ими. И увидели еще много-многое другое. В следующем зале мы увидели очень интересные полы из мозаики, которые огорожены заборчиком, потому что по ним не доходили цундуки, в которых ранее хранили одежда замечательной красоты, потолки и многое другое. После чего мы отправили самый знаменитый собор Ватикана в собор Святого Петра. Собор Святого Петра, я думаю, известен многим. Его делал знаменитый художник Микеланджело. Это очень красивый собор, в нем ты не ощущаешь то, что в нем находится более миллиона людей. Ты просто находишься как будто в пустом зале, настолько он большой. И как нам рассказывали, это было сделано именно так, специально. И на самом деле каждый человек кажется муравьем, как будто в этом зале стоит всего лишь пару сотен людей, не более того. Хотя на самом деле там более миллиона людей ходят по всему собору, рассматривают замечательные фрески, купол, который делал, как я уже сказала, Микеланджело. И просто там красиво, необычно. И, конечно же, интересно просто посмотреть на каждую скульптуру. На самом деле, каждая скульптура два роста человеческого. Так что думайте сами, насколько там высоко. Потом мы вышли из собора Святого Петра на площадь, где просто очень красиво, незабываемо. Панорама на собор открывается просто замечательная. Потом... Экскурсия по Риму началась с окраины города. Сейчас мы надвигались по направлению Колизею, но то, что вы сейчас видите, это театр Цезаря, а не Колизей. Но он очень на него похож. Раньше там жили чиновники. Также мы прошли на одну площадь, которую кто-то там построил. Я уже забыла, потому что монтирую уже в конце сентября, извините. И мы посмотрели там скульптуру и построение. Потом мы увидели Римскую волчицу. Это именно она. И форум Цезаря и многие другие форумы, в принципе, потому что их там очень много. И все они развалены, как это ни странно. Сейчас мы уже на обзорной экскурсии. Кто не понял. И, в общем, сейчас уже она заканчивается. Мы, как вчера, покажем его в Мозе по-индрею. Сейчас покажу более поближе его. Потом я купила все фрукты. Мы погуляем и вечером отправимся в номер гостиницы. Куда завтра мы уезжаем в Флоренцию. Сейчас мы уже поели, погуляли. И пришли к Антеону уже сами, без экскурсии. Вот. Сейчас мы попробуем туда зайти. И там я уже вам объясню. Я очень хотела попасть в Пантеон. Так как мне рассказывали о нем на историю искусств. Мне было интересно посмотреть, что же там внутри. И он меня не разочаровал. Снаружи он, конечно, выглядит невзрачно. Этот кукол даже не видно. Но если посмотреть в него внутри Пантеона, то вы поймете, как тогда это можно было построить. Это необычайно красиво и необычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень захватывающий вид и мне там очень понравилось В Сиен мы прибыли за несколько дней до скачек Палео и окунулись в праздник В этом плане сиенцы немного сумасшедшие Если вам об этом интересно, то почитайте в интернете К нашему времени уже готовили конюшни, украшали фонариками, флагами И Сиена становилась яркой, праздничной и красивой, не такой как раньше Каждый район в Сиене район какого-то зверя Именно районы сопротивляются скачках Скачки идут полторы минуты, но цены на самые удачные места очень дорогие Это главная площадь Сиены На ней просто много туристов И вот это замечательное здание Где внутри, к сожалению, куда мы не попали Находится произведение многих итальянских художников И возрождение Италии, тех эпох даже Донателло Потом мы отправились, посмотрели еще одну панораму И после этого мы пошли на главную площадь Именно Скачек И там, где находится Сиенское управление Сиеной Это вот это здание, которое вы видите С башней очень высокой Так как светило очень яркое солнце Все отсвечивало Но увидеть эту площадь Это просто замечательно Она настолько большая, что весь объем туристов там не ощущается Вот мы приподнялись, чтобы полностью ее снять И в принципе там и проходят сами скачки Привет! Сегодня среда 13 августа И мы сейчас будем на обзорной экскурсии по Флоренции Потому что мы живем не в самой Флоренции А за окраинами Вот, сейчас мы на площади... Мам, как правильная площадь? Синьория Эла Синьория Эл? Делла Делла Синьория Синьория Вот Тут конфлик и паспорт Я вам там сейчас под видео покажу Очень красиво И в общем этот флор будет уже 13... Не, не 13 августа 16 августа Потому что... Потому что будет потом всего два больших влока Экскурсия в Синьи началась с главной площади Где нам дали полчаса, чтобы мы попили кофе Просто посмотрели даже на статую Давида, правда, копию Затем началась сама обзорная экскурсия по Флоренции И первым делом мы пошли в какую-то небольшую церквушку Не помню ее название Она настолько старая, что там уже нету красок И ее когда-то затопило Затем мы отправились на главную площадь Флоренции И также в ее собор Площадь большая И в принципе собор тоже сам по себе большой Его видно с любой точки Флоренции В собор большой, красивый И в принципе сейчас я это прохожу По истории искусств в художественной школе И мне полегче Там нельзя было открытые плечи и колени И мне купили вот такой вот плащик одноразовый А это знаменитый купол Флорентийского собора Который построил Микеланджо Мы сейчас гуляем в Флоренции И вот тут мы сейчас находимся Там поближе будет пробег шовка Точно такая же Дур где-то в окошке Вот мы заходили Какой-то кофе я ела Термесу В 6.15 По местному времени у нас отправление в автобус И после этого Мы отправляемся в отель Маленькие там городочки Тоже мы могут закончиться на 2 дня Завтра мы отправимся с утра в Венецию Ну сколько я знаю Мы тоже будем гибнуть на Венецию За городом Вот И в общем тут память красивая Вот Ветер Вот Да, Квененция очень красивая Но конечно мне Италия не очень нравится Я могу сказать то, что я в восторге И пойду Вот Жарко Уже хочется на море Хоть у нас В нашем отеле есть бассейн Возможно я туда сегодня пойду несколько раз Прям скупаюсь Просто И не стрим Вот Но все-таки хочется море И я бы не могла экскурсиям ездить Если честно Вот Также у нас в номере нету ни фена Сейчас вообще номер ужасный Ни холодильника уже во втором номере нет Время был хороший номер, но без холодильника Как бы Ну не знаю Не очень удобно то, что нету холодильника И поэтому особо не купишь ни сладости Там ни шоколада Ничего не купишь А так в целом Номер у нас там сейчас ужасный просто Ну а так в целом Неплохо 12 августа мы были в Венеции Поехали мы не по главному каналу, а с окраин Мы были на острове Лида Точнее В самой Венеции Не на том острове, где проходят венецианские кинорады На фестиваль, но все-таки Венеция мне очень понравилась Мы причалили главную пристань и пошли уже на обзорную экскурсию На самом деле Венеция это маленький, очень уютный городок Точнее на воде И я даже покаталась на гондолах Это кажется я вам тоже снимала, хотя я не помню Вот Мы также посетили главный канал Просто прошлись по нему Там много кафе, ресторанчиков и очень много народу на главном мосту Также вот этот главный мост как раз Там стояли различные гондолы правительства Венеции И это знаменитая площадь Сан-Марко О которой, наверное, вы слышали точно Так что смотрите Субтитры подогнал «Симон» Это как раз мы катаемся на гондолах И в принципе на этом и заканчивается мое путешествие Мини-тур по Италии для вас Я не побывала в Милане, но не расстраиваюсь И для этого есть повод туда вернуться Я вам, к сожалению, не снимала обещанного влога в Бибионе И я за это извиняюсь, потому что я там немного приболела А так, я вас очень сильно люблю И надеюсь, вам понравился этот такой мини-тур Всем привет! Сегодня суббота, 16 августа И мы сегодня переезжаем в Бибионе на 7 дней на море Но хотя погода нас совершенно там не радует У меня сейчас родители пошли прогуляться Потому что мы как бы опоздали там на завтрак И они думают что-нибудь найти Погода вообще кошмар Смотрите, там идет дождь Вот, там как раз мои родители Там еще с нашей группы А я вам решила остаться тут монтировать это видео Вчера мы были в Венеции Вы это видели, эти кадры После этого Пока-пока!